Всем привет всем моим подписчикам всем кто смотрит мои видео обзоры и так продолжаем знакомиться с красивыми местами города самара сегодня я покажу вам самарскую набережную и расскажу немного о ее истории набережная самаре конечная цепь любого прогулочного маршрута умиротворенный плеск волжского течения кудрявая зелень прибрежных парков живописная панорама жигулевских гор на противоположном берегу любопытные скульптурные формы располагают продолжительному доску именно здесь кромки могучей российской реки пристани всегда оказывались тем центром враг вокруг которого развивались поселения вырастающие крупных города не исключение самарской набережной за несколько столетий превратившие из прибрежных деревянных трущоб современный городской район и культурный центр город самарской набережной место проведения различных праздничных и спортивных мероприятий концертов и флешмобл в 1820 году долгосрочную аренду получил участок на берегу Волги австрийский предприниматель фон Вакана сооруженные им корпуса пивоваренного завода в традиционном немецком стиле и в настоящее время привлекает внимание каждого пассажира суден проплывающих по Волге мимо Самары еще одно украшение появилось на берегу у подножия нынешнего пионерского спуска летом 1890 года это часовня во имя покровителя Самары святителя Алексия в целом же побережье так и оставалось неблагоустроенным до конца 30-х годов прошлого столетия первым благоустраивался уже очищенный передвойной участок длиной 1350 метров вдоль Струповского сада вторая очередь Самарской набережной длиной 1400 метров сооружалась с 1958 по 1961 год участок от завода Кинап до бассейна ЦСК ВВС рядом с укрепительной железобетонной стеной появился широкий бульвар со скамейками, интересными скульптурами, детскими площадками в 2011 году в результате реконструкции этот участок набережной значительно обновлен положили тротуарную плитку, заменили уличные фонари на месте старого фонтана у бассейна появился новый современный светомузыкальный шедевр а в конце набережной у полевого спуска возникла скульптура первого воевода Самары князя Григория Засекина на коне Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Третий этап строительства набережной Начался после сооружения речного вокзала в 1973 году Как бы продолжая первую очередь Реконструкция этого участка в 2012 году обновила фонтан Парус Миниатюрную скульптуру Якорь Уложена плитка Поменяли также фонари Поблизости фонтана Парус Появилась необычная скульптура Стрепинской картины Бурлаки на Волге Миниатюрная скульптура Последняя открылась в 1986 году Четвертая очередь набережной Октябрьская Береговая полоса от завода Кенап До силикатного оврага Отличающая более крутым спуском к Волге Самый узнаваемый символ Самары Стелла Ладья Сооруженная к 400-летию основания города У Стелла проводятся масштабные городские праздники И многие культурные мероприятия В будущем планируется продлить Самарскую набережную От Ладьи до улицы лейтенанта Шмидта Увеличив и так самую длинную набережную на Волге Составляющую почти 5 километров Даже в плохую дождливую погоду Или в морозный день Прогулка по Самарской набережной Без всяких сомнений принесет удовольствие Здесь много любопытных мест для осмотра И немало вариантов для активного отдыха На набережной обустроена велосипедная дорожка Детские игровые площадки Работают летние кафе и ресторанчики Подожили Памятник юнгам От бывших с речного порта Самары И погибших на фронтах Великой Отечественной войны Скульптура Сухова Персонаж известного фильма о событиях гражданской войны Белое солнце в пустыне Киногерой родом из села Подсамара Устав от аттракционов Можно отправиться на речную прогулку В пристани Осипента Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok